Друзья, я рад всех приветствовать! Находимся на родмире Криминальная Россия сервер номер один. В прошлый раз мы с вами наконец-таки покончили со старым судьей, которого объявили в розыск. Больше его не существует, его бизнес, а именно строительство здания теперь принадлежит нам. Кто не смотрел прошлую серию, посмотрите. Более того, нам еще принадлежит и его автомобиль BMW X7, который мы забрали себе. И, естественно, теперь он полностью в нашем распоряжении и перебит будет под нас. Чтобы никаких вопросов у ДПС ни в коем случае не возникло. Ну и гелик у босса мы немножко решили обновить, так сказать. Накинули на него Брабус тюнинг и он стал намного агрессивнее. Сделали такой вот более темный, кровавый цвет для того, чтобы видели, что едут настоящие воришки в законе. И вроде бы, казалось бы, друзья, у нас сегодня, на сегодняшний день, все замечательно, все хорошо. Нету никаких врагов, теперь уж точно. Более того, я не в розыске после длительного просида в тюрьме. И мое дело полностью объявили закрытым, поскольку я тогда, наоборот, помог уничтожить Шелби-семейку. Короче, мне звонил сегодня Максим Оливкин. Максим Оливкин? Я уже, на самом деле, позабыл, кто это такой. Это владелец таксопарка, верно? Да, он сказал, что есть какой-то срочный разговор. Так, мы готовы к сотрудничеству, готовы поговорить. И он с минуты на минуту будет здесь, тот самый. Ага, без проблем, без проблем. Оливкин, друзья, владелец таксопарка и платит нам небольшой процент от своей прибыли. Мы же, в свою очередь, если у него что-то случается, помогаем. По всей видимости, у него что-то случилось. То есть, однажды у него был бунт, таксисты приехали к нему домой, мы всех разогнали. Конечно, с помощью оружия пришлось запугать, но больше проблем вроде бы нет. Он к нам не обращался достаточно долгое время уже, и сегодня, я так понял, у него появились к нам какие-то вопросы. Пусть приходит, поговорим, обсудим любые детали, проблем нет. Для этого он нам, собственно, деньги и платит, стоит не забывать. Опа, а вот и сам Оливкин, а вот и он, приодетый бизнесмен. Давай, проходи быстрее, не трать, пожалуйста, наше время. Вот нужно бежать, когда вы заходите в этот гараж, пожалуйста, бегите со всех ног. Давай, 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 побежал, побежал. Не надо показывать свое неуважение к нам. Но, здравствуй, уважаемый, присаживайся. Присаживайся в ногах, правды нет, спокойно, рассказывай, что у тебя случилось. Уже несколько месяцев он нам платит, платит добросовестно, проблем с ним никаких нет. В общем, слушаем тебя внимательно. Вы же помните, что у меня есть бизнес, таксопарк. Слушай, ну ты из нас дураков, что ли, пришел делать или что? Если бы мы не знали, кто ты, то ты бы здесь не сидел. Ближе к сути, действительно, давай сразу. У меня появился конкурент, очень сильный на рынке. Появился конкурент. Я ни о ком не слышал, на самом деле, по поводу таксопарков. Извините, извините, виноват. Давай, рассказывай дальше. Какой конкурент? Я никого не видел. Никто больше, кроме твоих автомобилей, не ездит. Не хочу вас тревожить, но это важно. Я понимаю, слушаю тебя. Я не видел других автомобилей. Мой конкурент только хочет построить таксопарк. Так и чего ты боишься? Ты же у нас на рынке все-таки гигант, да, в таксопарке? Сказать, что он будет больше моего в пять раз, это ничего не сказать. В пять раз? А откуда у него такие деньги? Ничего себе. А кто это вообще такой? Из чего он сюда приехал? Почему он ни с кем не поговорил, не переговорил? У меня таких денег нет. Хм. Я так понимаю, ты боишься, что твой бизнес ляжет. Правильно? И я хочу, чтобы вы, мои уважаемые друзья, помогли мне. А каким образом? Сразу скажу. Денег мы не даем. Деньги мы только собираем. Вот что мы делаем. Но тебе на таксопарк мы деньги не даем. Тем более у нас, на самом деле, денег таких пока что нет. Мы еле-еле вон две машины приобрели. Одну вообще бесплатно, в конце концов. Сильный всегда пожирает слабого. Так и случится с моим бизнесом. Но если таксопарк будет в пять раз больше его, то, соответственно, и машинок будет побольше ездить. Мне нужна ваша помощь, а не деньги. Разберитесь как-то. Подожди, а кто это вообще такой? Откуда он появился? Чтобы открыть таксопарк в пять раз больше твоего? Это же сколько нужно? Десятков, а то и сотен миллионов рублей. Мне вот это вот непонятно. Откуда у нас такие люди? Мы богатых, да, с боссом. Всех знаем, по идее. У нас есть какие-то связи. Но нам никто не говорил, что он собирается открывать что-то подобное. Мы не в курсе про этого. Это твой конкурент вообще с Россией? Или какой-то там афроамериканец? Сейчас мы узнаем. Это известный футболист Иван Абрамов. Но, знаешь ли, я футболом не интересуюсь. Футбол не смотрю. Поэтому для меня это имя ничего не значит. Недавно приехал жить на Рублевку. На Рублевку сразу? Хм. У него еще и деньги на домик на Рублевке нашлись. И на бизнес. Так, Оливкин. Не переживай. Присядь, присядь. Ну что ты переживаешь? Вот его адрес. Так, босс. Захвати. Нам пригодится. Адрес есть. Хотя бы какая-то информация. Смотрите, нашел за нас какую-то информацию. Ну, ладно. Он известный футболист, как он говорит. В принципе, наверное, было несложно. По городу слухи разнеслись наверняка. И этот футболист решает открыть такси. Решает в бизнес такси. Что, футбола что ли мало? Пинать мячик что ли ему мало? Я не понимаю. Ладно. Видимо, захотел стать бизнесменом. На вас, уважаемые, последняя надежда. Решим. По крайней мере, попробуем решить этот вопрос. Все-таки нам твоя доля важна в любом случае. Поэтому не переживай. Как будет информация, мы позвоним и сообщим тебе все. Иначе моему бизнесу конец. Как и вашим деньгам. Это все понятно. Так как платить будет нечем. Ладно, ладно, ладно. Понятно. Не плачь. Пожалуйста, только не плачь. Иди давай. Все. Иди, иди. Удачи. Удачи. Ну что, босс? У нас появилась действительно проблема. Он не просто так обратился. Вот за что он платит. Появились конкуренты. И в этом проблемка на самом деле. Нам нужно что-то с ним делать. Естественно, мы люди грамотные. Мы не собираемся, друзья, действовать как в 90-х. Ни в коем случае его никто убивать не будет. Ну что, Макс? Придумал, как мы будем помогать ему? Я не знаю, как именно можно помочь. Надо узнать вообще, что это за человек. И кто под ним ходит, да? Кто над ним ходит. В общем, что за личность? Если мы дадим этому гиганту по бизнесу дорогу и возьмем его под контроль, будет очень выгодный обмен. Босс, ты сейчас серьезно? Ты хочешь дать дорогу и поднять под себя новый таксопарк? Слушай, ну а как же он? Ты понимаешь, что это репутационные потери будут? У нас репутация с тобой должна быть. Мы потеряем доверие. Он ведь нам платит сейчас за то, чтобы мы ему помогали. И такая ситуация сложилась. Да, он хочет открыть таксопарк в 5 раз больше. По идее, если мы сможем договориться на крышу, действительно он будет платить в 5 раз больше. Если договориться на тот же процент. Но неужели кинуть человека вот так вот? Мне кажется, это неправильно, босс. Хотя, видите, босс мыслит грамотно. То есть босс тоже в своем роде бизнесмен. Да, предприниматель в душе. И у него сразу смекалочка включилась. Он понял, что можно заработать денег. Ну да, действительно, репутация важнее всего. Здесь, друзья, два выбора. Либо денежки, да, побольше. И то не факт, что мы еще договоримся. Либо репутационные потери, репутация сама по себе. Она все-таки дорогого стоит в воровском мире. И я считаю, что это не совсем будет верным решением. Босс, давай все-таки, наверное, поможем. Сейчас я тебе предлагаю съездить и осмотреть все. Ты хочешь съездить к нему? Осмотрим, что там за футболист. Слушай, ну я сразу говорю, пока что никаких дел таких черных. Вообще нужно избегать кровавые дела. Ни в коем случае, чтобы бизнес не был кровавым. Я хочу, чтобы все было спокойно, все по договоренности. Посмотрим хотя бы на него. Может быть, мы как-то сделаем так, чтобы они сотрудничали вместе. Не знаю, что-нибудь такое. Хотя, это лишнее. Никто бы не захотел такого. Никто бы такого не захотел. В долю никто не будет прыгать. Например, он же не будет вкидывать в таксопарк оливки на ни в коем случае. Ладно, пойдем. Пойдем съездить. Мне на самом деле интересно, что за господин футболист, прикупивший дом на Рублевке, приехав сюда жить. У нас, кстати, недавно построили стадион футбольный. По всей видимости, он участвует в этих матчах, я так понимаю, да? И, скорее всего, он тут решил обустроиться. Раз он здесь же бизнес и решил, да, сделать. Все-таки интересные, интересные события. Ладно, посмотрим, что за футболист. Узнаем информацию о человеке. Это как минимум нужно сделать. А уже после того, как информация о нем будет известна, да, учитывая, что это известный человек. Опять же, не стоит про это забывать. Нужно узнать, кто его покрывает. Вдруг у него тоже какие-то люди серьезные, вдруг у него связи какие-то серьезные есть. Мы тоже про это ничего не знаем, друзья. Поэтому лезть сразу на Рожон ни в коем случае нельзя. То есть мы сначала все разузнаем, посмотрим на него, кто он такой, что из себя представляет. Ну а после уже будем делать соответствующие выводы, конечно. Оказывается, друзья, у нас босс-любитель футбола. И он знает даже более того. Этого футболиста говорит, что он по Мерсам тачится. И более того, бегает в кепке Мерседес на футбольных матчах. Невероятный человек. Ладно, у каждого как бы, да, Мерседес вещь хорошая. В конце концов, мы сами с вами сейчас на Мерседесе. Да, как бы там ни было. Поэтому, в принципе, хорошо, что не Лада, как минимум, да. Русский футболист, Мерседес, красиво продался Мерседесу, как я понял. Бегает в логотипе Мерседеса, а Мерседес ему башляет бабки. Вот откуда у нас и, значит, появился конкурент. Вот откуда бабки. Теперь ясно, откуда у него деньги. Справа через дорогу его домик. Давай залезем на крышу, посмотрим, чем он там занимается. Давай будем подсматривать, как в старые добрые времена. Так, а здесь у нас никто случайно не тусуется? Будет опасненько спалиться, конечно. Давай быстрее, босс. Босс, залезем, сейчас посмотрим, что он представляет из себя, кто такой. И что у него за домик, мне больше это интересно. Босс говорит, через дорогу где-то. Вот этот получается, что ли? Так, нам бы желательно повыше залезть, чтобы все разглядеть. Попробуем сейчас запрыгнуть. А ну, босс, покажи его. О-о-о, ничего себе. Молодец, молодец. А я так не умею, босс. А я так не умею. Да, босс, ты серьезно? Как ты запрыгнул туда? Ямакаси, что ли, пересмотрел, а? Я так не умею. О, подожди, подожди. И, опа. О, есть получилось. Давай, вспомним уроки физкультуры. Ты молодец, с первого раза. Опа. О, это получается? Вижу его. Быстро сюда, быстро сюда. Прячься, потому что может спалить. Мы все-таки не в костюмах рабочего. Непонятно, что-то мы делаем там на крыше. А вот и его участок, друзья. Смотрите, он подготовлен. Там какие-то у нас стоят конусы. Более того. А вот и Мерседес. А вот и сам, друзья, Иван. Вот он так выглядит. Слушайте, ну участок неплохой. Большой участок себе прикупил. Хороший, красивый дом. Хороший, красивый Мерседес. Еще и, о-о-о, футбольные мячи. Ну понятно, чем он тут занимается. Он, скорее всего, тренируется. Любуется на свой гелик. Нравится, нравится. И кепка, действительно, друзья. И кепка у него Мерседесовская. Вместе с ней бегает. Что у него там в руках еще? По-моему, что-то еще в руках. Это в печатках он бегает. Опа, опа, пошел, пошел, пошел. Тренируется реально дома. Нет бы, да, тренироваться на стадионе. Он молодец. Он прямо у себя во дворе тренируется. Ничего себе. Хороший, говорит, футболист, босс. Говорит, хорошо играет. Блин, ну реально, вот что, его убивать, что ли? Не будем же его убивать, босс, в конце концов. Ну понятно, понятно. Так, и нам нужно с ним, получается, будет поговорить, что ли? Оливкин пытался с ним поговорить. А тот его послал. По поводу бизнеса. Ну разумеется, слушай, босс, если бы ко мне кто-то пришел так же, да, и обустроил свой бизнес, ко мне пришел какой-то чел, сказал, слушай, давай ты не будешь делать бизнес, или давай вместе, я бы тоже отказал, я бы то же самое сделал. Поэтому здесь логика футболиста абсолютно ясна. Футболисты все такие агрессивные, что ли. Да он просто не хотел делиться бизнесом. Зачем? Клоун. Ну, не знаю, босс. Не знаю, клоун он или нет, но все-таки тренируется, и хочет, чтобы его команда победила, в конце концов. Упорно причем тренируется. Свободное время, да? Не на стадионе, еще раз говорю. Ладно. Но, раз он отказал ему в переговорах, что мы тогда можем сделать, скажи мне, пожалуйста. Это крупная птичка, просто так мы с ним не поговорим, босс. Да и крыша есть по-любому у него, хотя бы какая-то, но крыша присутствует. Потому что там, в футболе, деньги крутятся большие. И, разумеется, крыша у него должна присутствовать какая-то. Но при этом, смотрите, у него нету охраны. Что интересно, да? То есть он живет своей размеренной жизнью, и проблем у него никаких нету. На, держи. Я думаю, ты знаешь, что делать. Босс, ты что мне дал? Ты что, издеваешься, что ли? Откуда у тебя это? Раз с ним просто так не договориться, придется уничтожить. Ты хочешь подорвать его? Сразу? Но мы даже о нем ничего не знаем, босс. Я не буду. Я не буду его взрывать. Я думаю, ты знаешь, что делать. Я не буду его взрывать, босс. Почему? Ты вообще с ума сошел, что ли? Ты что, что у тебя в голове? Мы не можем просто так взять и убить человека, тем более такого масштаба. Я тебе уже сказал, что это крупная птичка. Так нельзя просто брать и убивать человека. Да не волнуйся, это муляж. Это муляж? И что ты хочешь? Блин, босс, ты меня начал пугать, реально. Я думал, ты выжил из ума вообще. Человека просто так убивать, который радуется жизни и тренируется. Испугаем паренька. Ладно, это по-нашему. Это по-нашему, понимаю. Так, нам нужно, получается, будет проникнуть на территорию и подложить ему бомбу. Куда? Вопрос. Давайте-ка, наверное, прямо на Мерседес. Передал человеку записку напротив. Ну-ка, не лезь в этот бизнес. Запугать так запугать. Ты, конечно, умеешь, босс, умеешь. Я думаю, серьезно мы его напугаем. Так что мы больше не будем связываться с оливкой. Ладно, ладно, с оливкой. Ну, что ты так называешь наших людей, которые нам платят? Надо уважительно тоже к ним относиться. Хорошо. Вот только босс нужно дождаться, пока он зайдет в дом. И после этого, когда двор уже будет чист, мы, разумеется, подойдем с вами и положим бомбу прямо на капот Мерседеса. Но он должен, друзья, понимать прекрасно, что мы ему дороги не дадим. Мы его запугаем. Малец, по идее, должен испугаться, понять, да, что здесь бизнес занят. И, разумеется, просто так его машинки ездить не будут. Мы будем дальше действовать. Если мы сейчас бомбу ему принесем и положим на его любимый Мерседес, мне кажется, он должен будет хорошо отреагировать на это, по идее. И ни в коем случае дороги ему дальше по бизнесу не видать. Я об этом сразу говорю. Так, вроде бы подустал. Домой заходит. Замечательно, это хорошо. Все, он зашел. Так, он зашел. Я погнал. Будь на контроле. Главное, чтобы никто ничего не увидел. Окей? Следи просто. Я быстренько сейчас подложу бомбу на Мерсик. На капотик быстренько. И все, этого будет, наверное, достаточно. Запугаем мальца чуть-чуть. Ну, а что еще делать, друзья? Криминальная Россия. Что вы хотели? Тем более, друзья, бомбомуляж. Посмотрит. Поймет. Мы ничего такого опасного сейчас не совершаем. Так, главное, чтобы он не вышел. Блин, какое у него поле. Посмотрите, сколько там только мечей лежит. Вот это он, конечно, профессионал своего дела. Это круто. Я до сих пор удивляюсь. Так, перелезаем быстренько через заборчик. И быстренько устанавливаем. Бом-бом. Хорошо, бомба. Есть муляжик и записочка присутствует. Все. Босс, я подложил, вроде бы не заметил. Возвращаемся. Посмотрим. Мне даже интересно, друзья, посмотреть его реакцию. Так, телефон у нас есть его. Поэтому мы сейчас ему вообще можем позвонить, по идее, сообщить, да, о том, что у него там, не знаю, посылка у машины якобы рядом вас ждет. Пожалуйста, выходите и забирайте вашу посылочку. Посмотрим, как отреагирует. Думаю, что испугается. Конечно, испугается. Бомбу никто бы не хотел себе домой, тем более, да, когда к тебе заходят на участок, подкладывают подобные вещи. Это уже, по-моему, все-таки как-то страшновато. Ну, что там долго копошился. Все, установил. Осталось ждать его. Позвони ему, скажи, что посылка у машины лежит. Давай так. Потому что неизвестно, сколько мы времени будем его ждать, пока он там выйдет опять тренироваться. Тем более, сейчас уже вечер, в конце концов. Может, он вообще спать ляжет. Сейчас позвоню. Давай. Звони, сообщай информацию. Бомбочка лежит, записочка лежит. О, хорошо. Вот это запугиваем у людей, конечно. Вот это запугиваем. Где он там? Спать, наверное, лег уже, да? Нет, дружище. Сегодня ты спать после такого, а вот, навряд ли будешь. Здравствуйте. Вам посылочка у вашего дома. Все, этого достаточно. Вышел. Вышел сразу. Так, аккуратно. Главное, чтобы не спалил. У вашего дома. Я же сказал, скажи, что у машины записка. Нету. Нету. Я же сказал, у машины. Блин, босс. Ну, о чем ты говоришь, а? Увидит, нет? Увидит. Вот. Видит, видит, видит. Прекрасно. Вот оно. Вот он. Да, дружище. Таковы реалии криминального мира. Мы были вынуждены, к сожалению, так сделать. Посмотри. Посмотри. Почитай. Для тебя. Для тебя, Анна. Для тебя. Читай. Это все для тебя. Не лезь просто в этот бизнес. И все у тебя будет хорошо. И подобных подарочков уже не будет. Но не боись. Не взорвется. Не взорвется. Все, спокойно. Пусть прочитает. Главное, что мы выяснили, что он увидел эту бомбу. Не понял. Что он сейчас делает? Босс. Я сейчас... Мне сейчас кажется или... Или он смеется? Это что такое? Босс. Ты, по-моему, кое-кого насмешил. Это нормально вообще, нет? Босс, какого хрена происходит? Почему он смеется? Я не понимаю. Босс. Да что это такое происходит? Что за смех? Не вижу, что он там делает. Смеется, что ли? Вот именно. Именно, что смеется. Ты его насмешил. Охренеть. Он вообще оборзел, что ли? Или это смех истерики? Это что такое вообще? Он ржет, реально. Забрал записку. Охренеть. Просто поржал над запиской. Он что, у нас клоунов, что ли, увидел? Ну, он не знает, кто это. Но он, наверное, догадывается. Он понимает прекрасно, что... Это конкурент бизнеса. Сделал все. Но чтобы над нами таким образом... Посмеялись вот так вот. Это несерьезно. Он, мне кажется, и догадался, что это муляж. Раз уж смеется. Не знаю, откуда он, конечно, это понял сразу же, да? Что это муляж. Но, босс, по-моему, у нас проблемка на самом деле. Как бы там и бомбу себе забрал. Отлично. Еще и муляжик себе домой на полочку поставить. Тихо. Главное, чтобы не увидел. Ну и что? Напугал, говоришь? Что он бомбу забрал? Вот именно. Я бы, честно говоря, ее не трогал. Я думал, он полицию будет вызывать, саперов и так далее. Он просто забрал записку и бомбу с собой. Я говорю, он сейчас ее поставит себе на полочку и все. Да, и домой пошел. Как ни в чем не бывало. Вхренеть. Короче, босс, мы его не напугали. Я так понимаю. По-моему, это все было зря. Не из простых он. Не из простых. Ну и что? По-твоему, сейчас реально нужно бомбу подкладывать? Походу, не сработал мой план. И что дальше предлагаешь, босс? Если он сделает следующий шаг по бизнесу, тогда это уже будет совсем не муляж. Посмотрим, как он будет смеяться потом. Ладно. Хорошо. Это правильно. Да, мы видели его смех. Но мы не знаем, друзья, испугался ли он на самом деле. Есть вероятность, что он испугался и больше шагов по бизнесу он делать не будет. Там развиваться, покупать территорию и так далее. Посмотрим. Если он не испугался, то в этом случае уже будем действовать действительно по-другому. Но он чувствует, по-моему, мне кажется, он чувствует себя абсолютно безнаказанно. Думает, что все это шутки и просто нас не ставит просто ни во что. Это на самом деле нам не нравится с боссом. Нам не нравится, поэтому посмотрим, что он будет делать дальше. Может, он прямо сейчас уже этот бизнес кинет и все. Посмеялся, может, сказал, ладно, давайте, делайте свой бизнес, я чем-нибудь другим займусь. Пусть занимается чем-нибудь другим. А там мы его уже и возьмем. Но не в таксопарк. Ни в коем случае не лезь, пожалуйста, в таксопарк. Поэтому, друзья, будем смотреть, что нас ожидает дальше. А я же, друзья, каждого из вас хочу поблагодарить за просмотр. Если ролик понравился, то обязательно не забудьте поставить лайк. И не забывайте, что играю я на первом сервере Радмира Криминальной России. Если вы сюда приходите, вводите обязательно команду МН, где вы сможете ознакомиться с игрой. 11 пункт, не забывайте. Вводите промокод CAPSOMMAXDIP и по достижению 4 уровня получаете от меня денежку. А я всем желаю удачи. И всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok